Михаил Хаустов известный фотолетокисец повседневной жизни краевой столицы. Краеведом он себя не считает, но уверен, многие имена выдающихся людей незаслуженно забыты. Первый из тех, в честь кого он бы предложил назвать улицу, Владимир Анзимиров. Родившийся в Барнауле в середине 19 века, он с молодых ногтей показал себя талантливым публицистом-переводчиком. Выучился в горном училище. Там, где нынешние корпуса сельхозинститута, а университета надо добавить, вот кому бы знать имя Анзимирова, он впервые создал всероссийскую промышленность фосфорных удобрений, туков называемых. Сделал он это, правда, уже уехав с Алтая. Михаил называет Анзимирова прогрессором. Удобрения принесли тому баснословные богатства, около двух миллиардов долларов по сегодняшним деньгам. При этом человеком он оставался довольно скромным, излишки тратил, к примеру, на культуру. Он субсидировал издания большинства российских поэтов. Тихой сапой, не афишируя, давал деньги практически под всех поэтов, издателей серебряного века. Любопытный факт. Ему принадлежала одна из популярнейших газет своего времени «Копейка». Советская власть к миллиардеру отнеслась по-доброму. Тем более, что он увлекся созданием краеведческих музеев, первым из которых стал Новосибирский. В 1921 году организовал экспедицию в Горный Алтай. Последний раз, посетив родину, он удалился в сторону Белухи и исчез. Что с ним случилось, не знает никто до сих пор. Но в Барнауле все, что теперь напоминает об этом человеке – горное училище на Демидовской площади. Просто в качестве заметок на полях. Мы прекрасно знаем эту площадь как Демидовскую. Но далеко не все сегодня знают, что изначально эта площадь называлась иначе – Демидовская. Занимала она не это пространство, а продолжалась туда, где сейчас площадь Спартака. Потому что не было изначально трамвайных путей. И здесь же несколько лет преподавал Василий Петров. Эти простые имя и фамилия мало что говорят обывателю. А вот физики должны знать – в Барнауле ученый усовершенствовал местное техническое образование, введя дополнительные практические занятия. Но главное с ним произошло вскоре после отъезда отсюда. Он впервые в истории получил электрическую дугу. Это было больше двухсот лет назад. Мы ее видим на сварке, например. Все видят применение. Раньше, в годах, так скажем, во все советские годы, все киноаппараты во всех сельских клубах – это уголек с другим угольком. Опускался и давал мощнейший свет. Это и есть электрическая дуга Василия Петрова. Увы, как это часто бывало, в России на изобретение мало кто обратил внимания. Сто с лишним лет спустя подобную судьбу разделил еще один изобретатель – Юрий Кондратюк, урожденный Александр Шаргей. Он поменял имя из-за революционных злоключений. Надо сказать, что его именем уже названы улицы Групцовские и Камни-на-Аби. Но лично я уверен, человек настолько космического масштаба достоин того, чтобы его помнили и у нас. В 1927 году, приехав в Камень-на-Аби, он спроектировал и построил уникальное зернохранилище на 13 тысяч тонн. За размеры строение прозвали «Мастодонт». Построено оно было без единого гвоздя. И как ни странно, именно это ноу-хау стало главным обвинением вскоре в адрес Кондратюка. Некое высокое начальство решило, что такое зернохранилище обязательно развалится. Ну, ни одного же гвоздя нет. Его осудили на три года лагерей. Зернохранилище, между тем, простояло еще добрые 60 лет. За год до ареста он успел выпустить в Новосибирске книжку «Завоевание межпланетных пространств». В ней он предложил смелые на тот момент и очевидные сейчас методы и технологии покорения космоса. Четырехступенчатая ракета, использование гравитации планет для маневров, солнечные батареи. Но главное, рассчитал оптимальную траекторию полета на Луну, высадки и возвращения. Много лет спустя американцы использовали именно эти расчеты для программы «Аполлон». Увы, сам он до триумфа не дожил, попал без вести в первые месяцы Великой Отечественной войны. Кто-то скажет, вот все эти люди проявили себя далеко от краевой столицы. Стоит ли тратить на них название новых улиц нашего города? Но давайте посмотрим с другой стороны. Благодаря в том числе этим людям Барнаул стал частью мировой истории. Илья Кочетков, Александр Андропов, информационный канал «Город».